Управление с прогнозирующими моделями – популярный метод, подходящий для случаев с ограничением на входные и выходные сигналы объекта управления. На схеме представлена система управления роботом-манипулятором. В соответствии с методом регулятор используют линеризованную модель объекта, чтобы определить будущие выходные сигналы объекта для данных входных управляющих воздействий. Эти предсказанные значения используются для решения задачи оптимизации, в условиях которой явно учитываются ограничения на входные и выходные сигналы объекта. Поскольку в регуляторе используется модель объекта управления, связанность входных и выходных контуров также неявно учитывается при оптимизации и вычислении управляющих сигналов. Мы не будем углубляться в детали настройки регулятора с прогнозирующими моделями. Перейдем к Simulink. Здесь представлена модель робота-манипулятора и регулятор с прогнозирующей моделью. Блок MPC Controller можно найти в библиотеке блоков Simulink в разделе Model Predictive Control Toolbox. Рассмотрим программу для настройки регулятора с прогнозирующими моделями. Сначала в Matlab создается объект MPC. При этом используется модель объекта. Необходимо указать реалистичный шаг для вычислений. Указываются минимальные и максимальные ограничения на всех четырех управляющих воздействиях. Входные сигналы объекта. Указывается размер горизонта предсказания. Вспомним, что в алгоритме управления для предсказания будущих выходных сигналов объекта учитывается модель объекта. Горизонт предсказания – это количество шагов счета, фактически время, на которое будет предсказываться выходные сигналы для их учета в управляющем сигнале. Горизонт управления также указывается здесь. Указывается модель шума и веса для выходных сигналов объекта управления. Наконец, выполняется команда для проверки созданного регулятора. Проверяются проблемы синтаксиса и устойчивости. В отчете мы можем найти результаты различных тестов. Они помогают удостовериться, что регулятор будет выполнять заданные функции. В соответствии с методом, на каждом шаге решается задача оптимизации. Важно проверить разработанную систему на устойчивость. Отчет о проверке регулятора – Design Review – инструмент для проверки разработанной системы до ее развертывания на целевой платформе. В Simulink, только что созданный объект MPC, используется в настройках параметров блока. Кнопка Design вызывает графический интерфейс пользователя, в котором можно указать различные требования к системе управления. Этот же интерфейс можно вызвать из MATLAB. Для этого предназначена функция MPC Tool. Помимо прочего, в этом окне можно выбрать находящийся в Workspace объект MPC. Задать ограничение. Веса. Мы не будем останавливаться на этом. Исполнив модель, мы увидим, что разработанная система обеспечивает хорошее поведение объекта управления. Робот-манипулятор перемещается в соответствии со сценарными значениями. Обратим внимание на отсутствие перерегулирования, нулевую статическую ошибку и быстроту переходного процесса. Подведем итог. Управление с прогнозирующими моделями – метод синтеза многомерных систем управления, позволяющий учесть ограничения на входные и выходные сигналы. Алгоритм учитывает модель объекта при вычислении управляющих воздействий. Это значит, что алгоритм должен хорошо справиться с задачей управления объектами со связанными каналами. В роботе-алгоритме используется специализированный метод оптимизации квадратичной программированной, учитывающий требования к быстродействию скорости. Продолжение следует...